Очень многое зависит от того, о каких странах идет речь. Есть те страны, где уже официально назначен карантин, соответственно, не работают ни банки, ни учреждения, даже при всем желании вам физически не смогут вернуть денежные средства, потому что банковские счета не работают. От того, насколько люди сейчас относятся, готовы переносить, менять и вносить какие-то изменения в свою жизнь и просто где-то даже подождать, от этого будет зависеть то, что будет происходить дальше вообще в туризме, не только в российском, а вообще глобально в мировом. А во-вторых, обрушив туристическую отрасль, чего мы добьемся? Вот что обычный человек, я могу себя тоже к ним относить, что он получит? Даже после того, как все выровняется, люди захотят куда-то поехать. Только через букинг не получится. Огромное количество причин, почему все равно будут нужны компании, которые будут организовывать эти поездки. Первое – это не паниковать, безусловно, связываться с своим оператором, с компанией, с кем вы работаете, спрашивать, какие вариации есть, предложения, переносы, возвраты, что может делать компания, чтобы сохранить деньги клиента, успокоить его и предложить решение. Вот на нашем опыте основные мировые крупные сети, отельные, они все идут навстречу. Если вы забронировали какую-то гостиницу сами, представим себе горнолыжный курорт, куда вы собирались ехать на лыжах, или, ну не знаю, куда-то отдохнуть летом, здесь будет много зависеть от позиции самого отеля. Четко могу сказать, что простые отели, а-ля уровня две звезды, очень неохотно идут на любые возвраты и изменения. Это понятно, они не имеют такой серьезной позиции, они не имеют такой защиты от рисков, даже во Франции. Очень многие просто перестают отвечать на сообщения, тут личная информация от моих друзей, где они просто перестали, отель просто перестает реагировать. Все, что людям делать сейчас? Ну, мы можем только советовать, какими-то, ну, такими способами помогать. Надо понимать, что если вы работаете с компанией, компания, по крайней мере, будет искать варианты. Предлагать менять, договариваться с отелями, с поставщиками, как минимум несколько ситуаций, когда мы за последние дни людей возвращали из Европы, окольными путями меняли, сдавали, но человек все-таки вернулся, да, он попал обратно в Россию, потому что не хотел оставаться в непонятной совершенно ситуации за рубежом. Сто процентов уверена, что текущие события сейчас мировые повлияют не только на туристический рынок России, Петербурга, они изменят весь мир. Как, думаю, никто сейчас не скажет. Ближайшие пару недель, месяц покажет развитие событий, мы будем понимать, что будет происходить дальше. Во-первых, очень многое зависит от уровня компании, от ее стабильности, от ее изначальной подготовки себя к кризисным ситуациям. Я знаю очень много серьезных, достойнейших компаний, которые готовились за все эти годы, проходили не один кризис, и 2008, и 2014-2015 год, которые выстояли, пошли дальше, чего бы им это ни стоило. Поэтому все зависит от вот этой вот прослойки, которая могла создать себе компания для сохранения стабильности. Все зависит от правильности действий компании. Очень многое зависит от умения компании работать с поставщиками, с отелями, с клиентами. Безусловно, даже уже сейчас у нас есть часть запросов на внутренний российский рынок, хотя мы много лет предлагаем эти направления, и Алтай, и Байкал, и Камчатку, да, потому что есть много людей, кто любит природу, кто любит, ну, такие именно российские реалии, да, которые отличаются от зарубежных, или сочетают одно с другим. Поэтому мы даже сейчас разрабатываем, предлагаем людям на замену такие запросы, но надо понимать, что, конечно, не заменит Алтай, ну, к примеру, горнолыжных курортов Куршавеля или Италии, ну, не заменит никаким образом Камчатка, Сочи, не заменит ни Лазурного берега, ни Сардинию. Поэтому здесь ситуация, наверное, даже не в сравнении с сопоставимостью, а просто в вариации, потому что человек психологически не может долго находиться в замкнутом пространстве, тот, кто привык путешествовать. Морально и физически человеку надо переключаться, видеть что-то новое, отдыхать, в том числе взглядом эмоционально. Поэтому, конечно, Россию мы предлагали и будем предлагать с тем качественным сервисом, который люди привыкли получать за рубежом. То есть это будет альтернатива, это может быть замена, частичная замена. По поводу подорожания или удешевления. На сегодняшний момент мировые сети отелей, самые крупные мировые сети, крупные курорты, как тот же Куршавель, Сен-Барт, многие другие страны не пересматривают свою ценовую политику на осень. Эти цены остаются теми же, которые были. Мы очень четко понимаем, что в течение, наверное, следующих трех месяцев, безусловно, весь мировой туристический рынок будет переоценивать текущую ситуацию. Насколько я знаю, руководство мировых сетей отелей, насколько я знаю, это очень, я бы сказала, осознанные люди, и все хорошо понимают, что вводить какие-то серьезные повышения, пытаясь таким образом компенсировать нынешние убытки, будет неправильным. Потому что для них важно сохранить клиента и получить все-таки потенциально новые заказы, а не попытаться еще больше сузить вот этот вот периметр людей, параметр людей или тех людей, кто еще сможет ездить, потому что, безусловно, все понесут убытки, любые сферы бизнесов. Мы рассчитываем на то, что каких-то серьезных изменений цен быть не должно. С учетом текущей ситуации не буду ничего драматизировать, но моя позиция, я бы сказала, гражданская сейчас, это, во-первых, не совершать никаких поспешных шагов, потому что, безусловно, правительство сейчас будет делать и все регионы, и крупные города особенно ограничивать любые въезды. Поэтому то, что касается марта, но, безусловно, связываться со своей компанией и просить, как минимум, переноси дат, какие возвраты возможны, какие переносы, какие действия будет предлагать компания. Сейчас все на это идут и ищут решения. Ждать минимально 2-3 недели для понимания ситуации, что будет происходить дальше, как будет развиваться событие. Поэтому, если правильные действия быстрые, то через 2-3 недели мы однозначно будем понимать ситуацию.